Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале мой никнейм Ванила Мария, пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня у нас будет видео о косметике Лореаль. Я давно уже вам обещала рассказать, посвятить этому целое видео о косметике Лореале. Вы мне уже начали писать потихонечку, что Маша, где наше видео? А также у меня для вас небольшой сюрприз. Это конкурс с очень классными призами, об этом я расскажу в конце видео. Поэтому если вам интересно косметику Лореале, то что я о ней думаю, то оставайтесь со мной, желаю приятного просмотра. Начать бы мне хотелось с продуктов для губ. У меня здесь их, ну в общем-то они есть. Это два блеска для губ. Один из лаковой, кремовой серии. В 101 оттенке очень популярный оттенок благодаря Лизи О'Нейро. Я собственно поэтому же и купила. Называется он достаточно двусмысленно Girl on Top. Но сам по себе блеск очень нейтрального цвета. На моих губах его вообще не видно. В целом я его люблю, потому что он неплохо работает на губах. Он неплохо держится. Он увлажняет губы, предотвращает пересушивание. Но единственное, что на моих губах его вообще практически не видно. Сейчас я покажу сводч. И станет все понятно. Ну вот он, такой вот нежно-розово-персиковый. Даже, наверное, больше персиковый. Но мне кажется, мне больше подходят более яркие оттенки. Второй продукт из матовой серии. Это 402 оттенок. Forgive me, sin. Это такой классический красный матовый. Очень многим девчонкам нравился. Мне он, в общем-то, нравится. Тоже сам оттенок. Он очень красивый красный насыщенный цвет. Но мне не нравится, что она очень долго сохнет на губах. И также очень проблематично с ней не пачкать зубы. Потому что у меня почему-то эта помада постоянно остается на зубах. Я не знаю, как с этим бороться. И также, конечно, она очень долго сохнет. Мне это... И, конечно же, она очень долго сохнет. Мне это не нравится. И оставляет, конечно, везде следы. Даже когда она уже подсохнет. У меня в целом не задалось именно с этим оттенком. Хотя я очень хочу им пользоваться. Я надеюсь, что сейчас, приходом зимы, я все-таки начну им пользоваться в этом году. Но в целом мне нравятся у этой серии спонжи. Они такие необычные формы. Но за счет этой формы они идеально прокрашивают губы. Идеально с ними можно прокрасить контур. Мне эти спонжи нравятся. Упаковка классная у блесков. Очень даже достойная для масс-маркета. Поэтому я думаю, что, скорее всего, с кремовой серией я, возможно, куплю более яркие оттенки. И, может быть, что-то куплю из матовой серии. Но вот с этим продуктом как-то вот соу-соу. Хотя оттенок мне безумно нравится. И мой бальзам, который я купила в этом году, это Sexy Balm. Минус – это упаковка. С упаковки при неежедневном использовании стерлись все опознавательные знаки. У меня здесь 201 оттенок. Wasted. Это очень насыщенный бальзам. Он действительно является бальзамом вот такого безумно яркого черничного цвета. Он потрясающе увлажняет губы. Очень хорошо ложится на самые убитые губы. Он хорошо ляжет. Он пригладит ваши шелушонки. Он никуда не девается. То есть он, с одной стороны, жирненький. С другой стороны, он хорошо держит контур, никуда не забивается, не растекается. Классный продукт, очень необычный. У меня вот в таком вот ярком оттенке там есть и совсем-совсем такие бесцветные именно бальзамы. Поэтому, кто любит вот такие многофункциональные продукты, чтобы он и как помада, и как уход выступал, присмотритесь к ярким оттенкам в этой серии. Кто не любит, кто любит именно бальзамы, бальзамы под помаду использовать, чтобы восстанавливать губы, там есть бесцветные оттенки. В целом, продукт классный, но, конечно, за 400 рублей могли бы сделать и нормальную упаковку, с которой не будут стираться надписи буквально за первый же месяц использования. Из продуктов для лица у меня здесь есть тональный крем. Это Infoable 24 часа матовое покрытие. У меня в 20 оттенке бежевый. Он, на самом деле, наверное, будет даже чуть темнее, чем я сейчас. Наверное, да. Просто я уже давно его не открывала. Да, он будет даже, наверное, потемнее, чем я сейчас. Он очень силиконистый. И мне он не понравился. Я, честно скажу, я не разделяю всех восторгов по поводу этого тонального продукта. Во-первых, потому что он нестойкий. То есть 24 часа матового покрытия даже на моей коже, которая обезвоженная, которая склонна к сухости, он у меня не держится. На нем жирный блеск появляется быстрее, чем на тональных продуктах, которые как раз-таки для сухой кожи, которые с сиянием, такие вот нестойкие. На них меньше жирного блеска появляется, чем на этом продукте. Он безбожно слазит с моей кожи, причем как-то не очень красиво совсем. И самый большой минус, он забивает поры. У меня после использования данного продукта почему-то на коже сразу появляется просто рассыпь какая-то непонятно чего. В общем и целом нестойким я его не могу назвать. Ни текстура его приятная для меня не могу назвать. Она такая очень типичная, силиконистая. Не могу назвать его на кожу благотворно влияющим, потому что он у меня действительно забивает поры. То есть вот вообще не попадение по всем параметрам. Так, не сложились у нас отношения с этим тональным кремом. Хотя я возлагала на него очень большие ожидания. Я возлагала. Как-то это не очень красиво. В общем, возлагала я просто огромные надежды на этот тональный крем, которые не оправдались. И честно говоря, он у меня лежит без дела практически год. Я не знаю, куда его деть. Думаю, кому-то отдать. Но опять-таки он мне не подошел. И я боюсь, что он человеку тоже не подойдет. Он еще будет потом на меня смотреть, что я всякую фигню отдаю. В общем, не знаю, что делать с этим тональным кремом. Поэтому напишите мне, пожалуйста, пробовали ли вы этот тональный крем? И как у вас сложились с этим тональным кремом отношения? Потому что у меня есть подруга, с которой мы достаточно тесно общаемся. И ей подошел этот тональный крем. Ей нравится. Она тоже блогер. Она много рассказывала в своих видео, как у нее он классно сидит, как он у нее классно держится. У меня вот вообще полнейшее непопадение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое мнение у вас, если вы пробовали этот тональный крем. Следующий продукт для лица это консилер. Ньют Можик Би Би Консилер. У меня он в непонятном каком-то оттенке. Но он такой вот желтоватый. Темный, желтый. Вот он у меня, видите. Не использую его практически. Потому что он как раз-таки такой темный и желтый. По оттенку мне не подошел. Иногда пытаюсь летом использовать. Но тоже как-то, в принципе, нужно очень сильно загореть, чтобы под глаза использовать это средство. Плюс у него огромный, что у него тоненькая достаточно текстура. Он очень тонко ложится, легко распределяется. И хорошо закрывает темные круги под глазами. Вот это его огромный плюс. Поэтому, если вы сможете найти данный продукт в своем оттенке, то попробуйте. Мне понравился также у него вот здесь вот ролик. Кто любит такие продукты, в общем-то, кто любит именно массаж вот таким вот железным роликом, то тоже, в общем-то, плюс такой определенный. Я снимала целое видео сравнение данной палетки с скульптором-стиком от Maybelline. Если вы до сих пор не смотрели это видео, обязательно проходите по ссылке сверху. Ну, что хочу сказать. В принципе, этот продукт мне нравится. У меня он в 0.1 оттенке. Светлый. Многофункциональная, классная палетка в хорошем оформлении. У нее действительно очень хорошая упаковка. Здесь два достаточно универсальных оттенка. Они оба матовые, кремовые. При нанесении на кожу они становятся пудровые. Продукт интересный, и он в себе совмещает плюсы и жирного контурирования с одной стороны, и пудровых текстур, потому что он хорошо ложится именно напрямую на тональный крем. Вам не нужно наслаивать после тонального крема пудру, только потом уже делать скульптурирование своего лица. Он сам по себе очень хороших достаточно оттенков для скульптурирования. Легко растушевать, легко работать с этой палеткой. В целом, мне нравится продукт. Более подробное мнение я уже говорила. Вот, что мне все-таки больше и ближе мне скульптор от Maybelline, мне больше по оттенку подошел. Но эта палетка тоже имеет место быть. Я ее периодически пользуюсь. Сегодня я контурирование сделала с помощью этой палетки. Мне здесь нравится ее именно формат. Ее с собой очень легко взять, потому что она практически не занимает никакого места. Она плоская. Здесь много продукта. Здесь 10 грамм. В общем и целом, здесь также производители о нас позаботились, написали нам инструкцию, как это все делать. Нет минусов жирного контурирования, скажем так. Продукт не ощущается на лице практически. Поэтому мне данная палетка очень даже и нравится. И переходим к глазам. Здесь у меня достаточно много продуктов для глаз. Первое, что у меня здесь есть, это тень-однушка. У меня оттенок 206 нюд. Оттенок потрясный, просто идеальный. Мне он нравится. Но единственное, что он у меня почему-то потрескался и постоянно норовит выскочить. Мне он нравится и как хайлайтер, и как самостоятельный продукт. Ну вот сейчас вот этот вот блик, это как раз и есть моя однушка. Вот это. Оттенок очень классный, очень клевый. И он напоминает по текстуре тени Urban Decay. Но, вот видите, он у меня как-то один раз упал неудачно и потрескался. И поэтому теперь вот непонятно, что с ним дальше делать. Либо как-то его трамбовать сюда, так как текстура позволяет. А с другой стороны, думаю, зачем я так буду мочиться, если я пойду и куплю себе... В общем, теперь не знаю, что и делать, потому что оттенок мне безумно нравится. А вот так вот ее разбитую, никуда не повезешь, ничего с ней не сделаешь. Я вот думаю, что-то попытаться с ней сделать действительно, чтобы дальше пользоваться продуктом. Либо купить еще одну себе такую однушку, либо поискать что-то другое. Посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы вы сделали на моем месте. Потому что оттенок мне действительно безумно нравится. И самое главное, у него очень красивый перелив, который классно смотрится и на глазах, и классно смотрится именно как хайлайтер. Хотелось бы рассказать про подводку. Это Super Liner Perfect Slim. Интенсивный черный оттенок у меня. Но она у меня тут уже такая совсем отсохшая, надо новую брать. Это один из немногих, именно в таком формате фломастера с фетровым наконечником. Одна из немногих подводок, которая мне понравилась в таком формате. Она действительно насыщенного черного цвета. Удобно ей рисовать стрелки, достаточно стойкий продукт. Поэтому советую. Действительно очень достойный продукт среди бюджетных подводок в формате фломастера. Последнее, о чем я вам расскажу, это туши. У меня здесь три туши. Все они из серии Volume Million Lashes. Первая из них появилась, это, ну не у меня, а на рынке появилась. У меня на рынке, у меня появилась как раз таки следующая версия. А на рынке первая появилась Soul Couture. Она с такой простой силиконовой большой кисточкой. Вот кисточка. В общем-то никаких у нее нет сложностей дополнительных. Она кремовая по текстуре, она приятно пахнет. Она очень легко наносится, она сразу же той консистенции, которая и должна быть у туши для наиболее успешного нанесения. То есть ее не надо там подсушивать, ничего с ней делать. Также она сходит просто обычно от теплой воды, она просто размазывается. Никакими там она ни чулочками, ни чем не сходит. Вот, то есть тушь хорошая, тушь классная. Она хорошо прокрашивает ресницы, она не раздражает глаза, она не осыпается. Тушь классная. Следующая в этой линейке, а та тушь, которая первой у меня появилась, это более Million Lashes, филин. Там вот этот вот взгляд кошки. Я фанат этой рекламы, я уже говорила. Здесь необычная щеточка. И мне, честно говоря, эта щеточка больше понравилась. Вот она, вот щеточка в форме такой ложечки. Несмотря на то, что она вот такая вот необычная, мне ей больше понравилось прокрашивать реснички. Кстати говоря, здесь у каждой туши очень классный вот этот ограничитель. Классная вещь, которую они, по-моему, они ее изобрели еще очень-очень давно, в каких-то первых версиях Volume Million Lashes. Я еще, по-моему, на первом курсе не пользовалась. В общем, вот эта тушь мне, наверное, нравится больше всего. Потому что она подкручивает ресницы, она дает потрясающий объем, открытый распахнутый взгляд. Сходит она чулочками, не размазывается. Очень классная тушь. Она вот на лето мне была идеальна, потому что она не оставляла следов на верхнем веке. Вот эта тушь она может оставлять. Если, допустим, снег, дождь, влажная погода или просто жарко, она может оставлять следы. Эта тушь просто идеальна. Она суперкрутая. То есть она тоже пахнет вкусно. Она тоже такого насыщенного черного цвета. Вот ее огромный плюс, она сходит чулочками. Многим это не нравится, а многим нравится. Мне нравится, когда тушь сходит как раз такими вот такими чулочками. Ну, то есть вот каждую ресничку она обволакивает, а потом вот так же этим к оконам сходит. Крутая тушь мне очень нравится. И как раз за счет своей формы она классно подворачивает ресницы. Крутая тушь. Вот ее я советую от души прям вот идеальная тушь. И последняя тушь, которая у меня появилась, и она появилась на рынке очень-очень недавно. Это последняя их новинка. Это Volume Million Lashes Fatal. В таком вот розовом красивом бутыльке. У нее, с одной стороны, обычная кисточка. Такая силиконовая, большая, пузатенькая. Но с другой стороны, она, вот если при ближайшем рассмотрении, очень необычная. Я не знаю, может покажу вам в макросъемке. Но у нее кисточки расположены очень необычно. То есть по спирали и в хаотичном порядке, то маленькие, то большие. Я пока не поняла. Тушь мне нравится. То есть я ее просто не очень долго еще использую, но не готова о ней сказать прям вот такое финальное мнение. Мне просто вот филин на данный момент все-таки побольше нравится. Как-то вот к ней прям я прикипела. Но эта тушь классная тоже сама по себе. У нее такая же приятная кремовая текстура и приятный запах. Этой тушью вы тоже сможете сразу же пользоваться, сразу же краситься. Ее не нужно отставлять куда-то на две недели, чтобы она пришла в норму. Она очень приятно сходит. Не оставляет никаких вот разводов под глазами. Как это бывает, некоторые туши делают. Классная тушь. Мне нравится. Ну вот у меня, наверное, личные предпочтения, по-моему, пока что все-таки мое сердце принадлежит филин. Но может быть, я все-таки приспособлюсь к этой кисточке и смогу понять, как же ее использовать лучше, как ее использовать эффективнее. Возможно, какие-то там от нее бонусы тоже будут. Но кисточка необычная. Классно так посмотреть, просматривать. В общем и целом все три туши классные. И теперь переходим с вами к конкурсу. И сегодня у нас в конкурсе участвуют два продукта. Это набор из двух продуктов Лореаль. Это инфаибль скульптор. Это палетка контурирующая. И также тушь Volume Million Lashes. Фаталь. Это новинка. Именно ее я решила и разыграть у себя в конкурсе. Условия, как всегда, простые. Вы должны быть подписчиком на моем канале. Вы должны поставить лайк этому видео. Вы должны поделиться этим видео в своих соцсетях. Под видео оставляем комментарий с ссылкой на свои соцсети, там, где вы поделились этим видео. И также пишите в комментариях, почему вы хотите выиграть эти продукты. Конкурс на моем канале продлится до 26 декабря включительного. Объявление результатов будет 27-28 декабря у меня в Инстаграм. Поэтому всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Инстаграм, чтобы не пропустить новости о победе в конкурсе. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok